Начало апреля и вот такая у нас погода. Солнце светит, небо голубое, лужи, даже зелень пробивается и вместе с этим еще много снега на участке. А нам-то хочется уже бежать на свой участок, наводить красоту, чистить, полоть, сажать, копать, чтобы было на что полюбоваться в летние теплые денечки. Приглашаю в сад. Сегодня первый день моей работы в саду после зимы. Будем открывать крупнолесную гортензию, посмотрим, сохранились ли у нее цветочные почки и поговорим, нужно ли сейчас открывать розы. И к нам весна идет. Посмотрите уже какие проталинки оголились мои укрытия. Здесь у меня клематисы закрыты. Посмотрите-ка, сколько у меня в саду укрыто. И розы, и гортензия крупнолесная. Ну что, нужно уже открывать, проветривать, проверять, как они у меня прозимовали. Добрый день, друзья! Ну снега еще много. Смотрите, сколько снега. Елочки в горшках вытаили. А сами грядки еще полно снега. Вот так. Да, в саду непрезентабельно. А что делать? Именно так приходится спасать свой сад от уральской суровой зимы. Вот здесь у меня укрыта крупнолесная гортензия. Именно ее я сегодня должна в первую очередь открыть после зимнего укрытия. Проветрить. Потому что, видите, она у меня укрыта сверху пленкой. Это очень опасно. Она может соприть. Розы мои укрыты укрытым материалом. Пленок там нет. Поэтому это укрытие более безопасное для них. Я единственное, что сделаю, с торцов открою туннельки для проветривания. Полностью я открывать не буду. А вот крупнолесную гортензию, конечно, нужно открыть. В первую очередь снять вот эту пленочку. Слышите, как по весеннему чирикают птички? Чувствуют весну, приближение тепла. Проталинки, проталинки. Но снега еще много. Ну что ж, пошла работать. Снимаю зимнее укрытие с крупнолистных гортензий. Новинки в моем саду. Это Айша и Вечное Лето. Я, прежде всего, сняла пленку, сетку, строительную подложку. И далее у меня укрытие несколько слоев укрытым материалом. Все это я сняла. А под ними у меня еще и мешки, наполненные листьями дуба. Самый волнительный момент для любого садовода, это открывание зимнего укрытия. Да, потому что, как правило, бывают разные сюрпризы. Что здесь я вижу? Во-первых, вижу, что сухо. Во-вторых, вижу прогрызанную сетку. Значит, здесь побывали мышки. Странно, мне кажется, я здесь отраву какую-то сыпала. Да, значит, надо об этом еще раз подумать в следующий раз. Так, ну а так, смотрю, кустик сухой. Это у меня Айша. Почечки я вижу. Да, почечки есть, они небольшие. Особо еще не проявили себя. Но кустик живой. Это, конечно, самое главное. Так, я открываю вторую крупнолистную гортензию малышку, которая зимовала у меня в грунте. Так вот, посмотрите, уже зеленые почечки. Я их только открыла. Это у нас вечное лето. Ну так вот, ну немножко уже. Вот видите, вот здесь как начала снимать ту старую шкурку. Угу, наверное, это не есть хорошо. Но все равно, почечки живые, перезимовала. Перезимовала. Вечное лето. Сорт. Сейчас, пока солнышко, тепло, все просохнет, обветрится. Конечно, я уже вот эти укровные мешки укладывать не буду. Я укрою только укровной тканью. Если погода вдруг крайне испортится, будут минусовые температуры, то, конечно, дополнительно укрыть всегда гортензию можно. Самое важное, что при выращивании крупнолистной гортензии правильный подбор сорта. Все-таки искать более зимостойкий вариант. Второе, вовремя закрыть осенью пораньше. И весной вовремя открыть, проветрить, для того, чтобы гортензия не сопрела. Это важно. И сейчас тоже будет ответственный момент. Будут еще возвратные холода. У нас же Южный Урал. Хоть он и Южный, но это Урал. И поэтому ее нужно сейчас тоже суметь сохранить до стабильного тепла. То есть ее нужно держать под укрытием, но излишне укутать нельзя. И в то же время не заморозить. Главное, мы должны сохранить вот эти зеленые почки на прошлогодних ветках, для того, чтобы гортензия обильно цвела. Вот здесь еще одна моя крупнолистная гортензия, которая растет в моем саду уже очень много лет. Сорта, я не знаю, когда-то, поди, около 20 лет назад я привезла эту гортензию. Ну, может, 15 лет, я сейчас точно не помню. Ну, не менее 15 лет назад я привезла маленьким череночкам с Сочи. Купила буквально у бабушки стаканчики. Тогда я даже не понимала, как ухаживать за этой гортензией, что тобой представляет гортензия. Тогда я и не дружила с интернетом и с ютюбом. Поэтому и подчеркнуть информацию какую-то у меня тоже не было возможности. Ну, вот так вот. О ней я немного рассказывала в своих роликах. Кому интересно, можно зайти в плейлист гортензия. А сейчас я ее открою, и мы посмотрим, как она у меня перезимовала. Конечно, я очень волнуюсь, потому что каждый год она из зимы у меня выходит по-разному. Сверху она была у меня укрыта пленкой. Затем ниже был укровной материал. Потом вот эта подложка строительная, блестящая. Вот такая она. А ниже у меня мешки. Вот такие тоже. Ой, 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 ой. Ну, вот черные... Ладно, сейчас открою, потом посмотрим все разом. Ну, я надеюсь, что гортензия в этом году у меня будет свистеть. Вот эти черные стволики, они не страшны. Они не страшны, они восстановятся. Самое главное, у меня сохранились вот эти зеленые верхушечные почки. И вот благодаря этому гортензия должна хорошо свистеть. Я очень в это верю, надеюсь. Ну, весна наступит, и все увидим. Подписывайтесь на канал. Я думаю, будет интересно. Гортензии, конечно, сейчас многие интересуются. Но и разочарований тоже очень много. И только от того, что неправильно подобран сорт или неправильный уход. Да, гортензию крупнолистную вырастить в нашем регионе непросто. Но если постараться, все-таки получится. Также я оставляла и крупнолистную гортензию. Этого же, кстати, сорта в горшочках. Но тоже, посмотрите, перезимовала, она неплохо. Но плесень, это не страшно. Подсушим, обработаем. Главное, чтобы почечки сохранились. Почечки сохранились. Это меня прям радует, радует. Я в этом году их посажу в крупные горшки и поставлю в кашпо в надежде, что они будут у меня цвести в горшках. Вот использовала в этом году вот этот препарат от мышек. Так, возможно, здесь он у меня вот такой препарат супер в сад. Мягкие брикеты от мышей. И я вот гортензию их сюда разложила. Ну что, продолжаем снимать. Конечно, сейчас я поднимать не буду веточки. Как они у меня связаны, есть, так я их оставлю. Ну, можно вот обобрать немного листья. Вот эти, которые я частично убирала. Частично все-таки сил, видимо, не хватило обрезать. Так, и что еще? Так, как погода сегодня очень благоприятная, теплая, солнечная. Весь день они у меня вот так поправитриваются. Кстати, накрою тканью, потому что солнце может обжечь эти почки. Просто так все это открывать тоже нельзя. То есть вот прям нужно все, каждый шаг продумывать и не наделать ошибки. Если мы хотим, чтобы наша крупнолистная гортензия цвела в нашем саду. Вот немного сейчас все раскрою, чуть-чуть просушу, буквально минут 15. Лишние все там, вот эти листья, которые черные, все это подберу, уберу немножечко. Дам чуть-чуть просохнуть, буквально немного. И накрою тканью. Если будет холодно, будут возвратные такие еще минусовые температуры, то, конечно, укрытие дополнительно тоже сделаю. Но на хорошую погоду укрываем, продолжаем укрывать укрывной тканью. Слышите, коты? Апрель месяц. У котов все еще праздник. Вон он ходит. Черный котик по забору. Сейчас попробую вам прив... Вот он, красавец. Кошечку зовет на свидание. Мяу-мяу. Все зимние укрытия убрала. Все мешки убрала. Все мешки набитые, пустые. Все убрала. Оставила только ткань. И слегка вот сверху, как зонтик, накрыла пленкой. Ну и те тоже крупнолистные гортензии. Я убрала все зимние укрытия. И накрыла вот так, как они у меня еще маленькие. Первую зиму зимовали. И сажала я их где-то ближе к осени уже. В общем, накрыла я их пластиковыми ящичками. И накрыла тканью. Ну, наверное, там слой 3-4. И вот, посмотрите, я все свои розочки, туннельки с торца пооткрывала. И закрывать я их больше уже полностью не буду. Но буду держать закрытыми. Розы, я как-то делала эксперимент, и одну зиму вообще не укрывала розы. Розы перезимовали. Ни одна не замерзла, ни одна не вымерзла. Но цвели они не так хорошо. Поэтому я приняла решение, что розы все-таки в зиму нужно укрывать. Дальше. Почему я не раскрываю полностью сейчас розы? Не потому что они, я боюсь заморозков, а потому что розы под укрытием, они уже проснулись. Как если бы они не были укрытые, да? То есть они были укрытые, им там было тепло, комфортно. И они уже почувствовали солнечные лучи, тепло. Они уже запустили программу пробуждения. И если я сейчас их открою, а погода-то у нас еще не очень комфортная, да? И ночью могут быть минусы даже. И более того, листья могут распускаться у розочек раньше нужного срока, да? То есть, допустим, даже неделя пусть будет хорошая. Но если один заморозок, и вот эти листочки и почечки, они могут замерзнуть, потому что они скороспелки. Они раньше срока начали развиваться у нас. Поэтому розы нужно как можно дольше держать укрытые. Но укрытые в легкую. То есть они должны проветриваться, они должны продуваться, но все-таки укрытые. Ну, вот таким образом я все и сделала сегодня. Первый мой рабочий день весенний на моем участке. Я довольна, больше всего, конечно, я довольна, что у меня достаточно неплохо перезимовала крупнолистная гортензия. А у меня в этом году их гораздо больше в грунте. То есть если раньше у меня в грунте крупнолистная гортензия была раз, два, три, четыре сорта, то у меня еще добавилось три сорта. То есть их стало семь. Ну, вот так. Посмотрим, что будет дальше. Ждем весну, ждем тепло. Конечно, казалось бы, зимой легче, да? Больше вроде бы отдыха. Летний период начинается с весны. Работы будет гораздо-гораздо больше. Но когда эта работа в радость, то и жизнь становится интересней. Можем в радость, позже становится тепло. Кожевка, Можем в радость, Готово, Порез мимо в радость. Ни улажния, Юля, Готово. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ждем тепла, ждем летней красоты в саду, а для этого, конечно, нужно хорошо потрудиться. Да садоводы не боятся работы, главное, чтобы здоровье не подвело и сил хватило. Подписывайтесь на канал, заходите в гости, всегда рада друзьям. А я вам желаю крепкого здоровья, всего вам доброго, пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует...